Сладкие конфеты вчера, горькие слезы сегодня. Именно с такими лозунгами к памятнику Фрунзе вышли бывшие сотрудники фабрики «Красная заря». Предприятие закрыто с 2012 года. Не так давно началась процедура банкротства. Руководство, кажется, забыло о том, что задолжало сотрудникам крупные суммы денег. Каждому более 100 тысяч рублей. Писал я, меню писал, ответил, правда, Коньков. И там в письме было написано, что фабрика будет открыта, запустится фабрика, ориентировочно с 1 июня 2014 года. Сроки давно прошли. Соответственно, правительству я тоже не верю, поэтому уже признаюсь, и не голосовал. Из собравшихся мало кто верит в положительный результат. Бывшие сотрудники уже отчаялись получить свои кровно заработанные. У меня лично прошло три суда. Три постановления. Собираюсь в областной подавать. Но это бесполезно сказать. А почему? Такие же будут постановления в Кристовом. На этой неделе появилась новая информация. Руководитель комплекса экономического развития региона Светлана Давлетова обещал организовать встречу сотрудников предприятия с конкурсным управляющим. Вопросов к нему накопилось немало. Самое главное, как он собирается решать эту проблему накопившуюся, из каких источников и в какие сроки. Нам бы устроил ответ, что в полной мере все долги будут погашены, во-первых, а правительство Ивановской области найдет инвестора, который потом это предприятие запустит в эксплуатацию. По предварительной информации, оценочная стоимость предприятия составляет 1 миллиард 700 миллионов рублей. Скорее всего, сначала будет продано все уникальное оборудование, которым так гордятся сотрудники, а затем и помещение. Вероятность того, что найдется богатый инвестор, готовый и погасить долги, и запустить предприятие, невероятно мала. Мы товарищи, хотя это давно забытое слово. Я хочу сказать, что обращение к вам как к господам, это как-то уже не подходит. Это, по-моему, те, у кого наши деньги, вот они, наверное, господа. А мы давайте будем все вместе, давайте привлекать наши ряды тех, кто работал рядом с нами, кого мы, может быть, все это потеряли, но давайте кто-то рядышком живет, кто-то рядышком работает, может, через интернет можно кого-то, чтобы в следующий раз мы пришли уже в большем количестве народов, чем сейчас. Бывшие сотрудники фабрики уверены, власти закрывают глаза на их проблему и игнорируют их выступления только потому, что на митингах собирается слишком мало народу. Долгов на 24 миллиона, а группа активистов всего человек 10. Остальные то ли боятся, то ли отчаялись. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.